Глава 17. Сознание Христа. Когда душа ставит для себя высшую цель стать единым, она должна понимать, кто должен стать вне-единым. Есть три персонажа для этого. Первый персонаж – это наше вечное чистое «Я» в образе нирваны. Второй персонаж – это ребенок нашего чистого «Я» нирваны. Имя ему – сознание. Третий персонаж – это ребенок нирваны и сознания. Имя ему – душа. Мы должны понять изначальный порядок «Я» как пространство нирваны родило сознание, потом сознание родило душу. Душа проявляется в игровом образе человека, значит в единство могут войти трое. Это «Я» как нирвана, сознание и душа. В этой всей троице «Я» пребывает во всех одномоментно состояниях в первом как чистое «Я» нирвана, во втором как центр и точка сборки своего ребенка, имя которому сознание, в третьем как в союзе чистого «Я» со своим сознанием. И от этого союза рождается первородная душа. В каждом из трех состояний присутствует чистое «Я» или тройственное состояние единого «Я» – три «Я». Но так как «Я» – единое, пребывающее на престоле нирваны, всегда и вечно находится как начало и точка сборки всякого творения сознания, из этого мы можем понять, что собирать в единство «Единое Я» нет смысла. Оно и так всегда едино и находится как точка сборки всех дальнейших построений всего многомерного сознания от тончайшего божественного до материального как грубого единого сознания. Остаются два персонажа на воссоединение в единство. Первый – сознание, второй – душа. Теперь мы начинаем задумываться, что этих двух разъединяет. Наверное, это привычка – у кого-то из них искать разъединение или какого-то второго. Присматриваемся к обоим персонажам и замечаем, что у единого океана сознания этой привычки нет. Итак, методом исключения находим виновников всех разделений. Им оказывается наша душа или ее кармическое эго-сознание. Это состояние в игровое разделение есть творческая игра единого сознания, которая, сотворив душу, решила поиграть в себя второго. Этот второй и является нашей душой, и она не виновна за то, что в нее изначально внесена функция разделенности в образе ее самой, как чего-то отдельного от единого. Вторых – это душ становилось все больше, и жизнь вторых, не единых, явила новый незабываемый опыт для единого сознания, как новая одежда для чистого «я» на престоле нирваны. И когда приходит время и желание у второго, то есть души, познать себя единым, второй в образе нашей души становится перед выбором – перестать играться в вечные игры второго и растворить свой индивидуальный образ души, став опять единым. Или усовершенствовав душу второго, духовной трансформацией в чудо-игрока архангела Махасидху, продолжить вечную игру, выбрав один из двух путей. Душа начинает действовать. Третий путь приводит душу в наработанном образе беса в ад на растворение, потому он не рассматривается тут. И так, выбрав один из двух путей, душа прыгает от радости, что она определилась со своим будущим и начинает по нему потихоньку идти, зная, что они оба приближают ее к божественному единству. Первый – сразу, второй – через небольшую вечность. Радости от этого в душе становится не меньше. Теперь появляется следующий вопрос в душе. Какие духовные практики использовать для достижения этих целей? Конечно, практики для этого разные. На первом пути – это забыть все наработанное за свою небольшую вечность методом пребывания в чистом «я» на престоле нирваны, пока само пребывание растворит тот образ живого сознания и все индивидуальные кармические эго-накопления сознания в душе, которые зовутся индивидуальной душой, и ваше чистое «я» почувствует слияние в единство единого божественного сознания, где второй в образе вашей души растаял в едином сознании Бога единого, став опять единым. Второй путь предполагает чудотворное преображение вашей души в чудо нового игрока, архангела Махасидху или Будду в сознании Христа. Все они являются названиями вашего нового вечного преображенного трансформированного игрового состояния в вашей души. Приведем пример. Краткого описания трансформации души в божественное вечное тело. Первый этап трансформации души, которое есть живое сознание в образе, начинается с гармоничной сбалансированной системной работы всех ваших чакр, которые являются генераторами сознания. Это происходит методом духовных практик. Венчается эта гармония единением семи чакр в единую сбалансированную систему «семь я» и переход вашей души из человеческого уровня сознания в ангельский уровень сознания. Этим завершается первый этап трансформации души. Второй этап трансформации души начинается с того, что, напитываясь божественной живой мудростью, ваши гармонично сбалансированные чакры, как генераторы сознания, начинают ускоряться в частотном вращении своей сбалансированности и, сливаясь в единое целое, создают целостное тело мудрости в образе единой чакры духовного сознания. Этот образ похож на кольцо или тор из белого света, в котором вращается дух вашей божественной мудрости. Когда вы закаляете дух свой в этом кольце, торе, происходит третья трансформация вашей души и вашего духа, живой мудрости. Это происходит методом разделения кольца, тора, единой уже чакры, на два кольца, соединенных в центрах своих, в образ Христа. Это ваше новое вечное тело можно назвать сознанием Креста, так как оно состоит из живого кругового движения духа мудрости божественной в образе двух духовных колец торов, мудрости, собранной в крест. В центре колец торов находится ваше чистое божественное Я, а вечное тело мудрости божественной в образе духа, вращающегося в кольцах торах, соединенных в крест, есть престол вашего чистого единого Я. Этим действием духовной трансформации своей души в вечное божественное тело, имя которому Престол, заканчивается ваша духовная трансформация. Пример. Смотрите в интернете, как рисовали в древности архангелов и ангелов. Тело его называется Престол. Два кольца в образе Христа с глазами единого Я, по кругу колец, этой духовной трансформацией вашей души, вы получаете для себя вечное тело божественной мудрости, сознание Христа и садите свое Я на единый Престол Божий, входя в единую семью архангелов. Здесь вы, пребывая в полной свободе выбора, решаете сами, в какие вечные игры для себя играть, стать творцом своей собственной вселенной или быть чудо-странником по всему бытию живого сознания всех вселенных Бога единого, спонтанно творя чудеса во благо единого и всех живых существ. Если выбираете быть архангелом в едином сознании Бога единого, тогда становитесь сотворцом всего бытия, выбирая жизнь в единой божественной семье, где совокупность всех архангелов создают единое сознание, Бога единого в образе пространства сознания белого света, как единое лицо Бога единого, а сидящее на престоле внутри всех колец единое уже ваше Я, говорит о себе. Это тело мое единое в образе пространства сознания моего, и нет тут второго Я, потому как Я един, а все тела вечные мои – это мои живые божественные мысли, которые Я посылаю в свое единое творение, состоящее из живого сознания моего. Они, мысли мои, приходят в образе архангелов, несут учения духовной трансформации души молодым душам, детям моим. Вы их знаете, как Христа, Будду и так далее. Духовных учителей ваших, йоги, буддисты и другие практики не забывали знания о чакрах и преображении их в единство, и называли это пробуждением. С помощью подъема кундалини как союза в балансе преображения всех чакр в единое Бога сознание или пробуждением в себя единого, когда духовный практик, собрав единую мудрость мира в себе, для целей трансформации своей души в божественную, становится закаленным духовным практиком и соединяет все знания Земли в единую систему для своей высшей цели, показывая остальным практикам, главное, что только в единстве, вся земная мудрость трансформирует душу в божественную. Потому создавайте свой вечный божественный престол для нашего единого чистого «Я», пока остальные создают временные свои престолы на Земле. Путь единства всей мудрости Земли в духовную божественную трансформацию вашей души вам показан. Дело за вами. А сила Духа внутри вас разгонит всех бесов разделения, внутри вас и вне вас, расчистив путь для вашей души к божественному престолу в образе сознания Христа или пробуждения Будды. Потому не спешите. Осознайте все здесь написанное в состоянии полного спокойствия, как руководство к спокойному действию. И пересмотрев многое в вашей духовной практике, собрав в единство главные духовные практики Земли, наконец вырвавшись из тепличного состояния нерасцветающего бутона своей одной религии, разбив крышу своей духовной теплицы, пролив на себя дождь всей единой мудрости Земли, ваш бутон души наконец расцветет, став неповторимым цветком в божественном саду. Так, отсеивая бесов из грязи своего сознания, напитывая бутон своей души божественными соками, ангелами вечной единой мудрости, вы перестаете рождать неприятный запах в образе мертво рожденных бесов, слов из своего рта, заменяя их красивыми запахами ангелов, божественных мудрых слов, и вырастаете в духовный божественный цветок лотоса или Будду в сознании Христа. Это кому что ближе в начале пути. Потом вы поймете, что суть одна – создание для себя вечного тела Бога Единого и вхождение в нем в единую вечную божественную семью. Из этого вы поймете, кто и зачем все тысячи лет на этой планете вас разделяет по народам и религиям, направляя вас на создание своих земных престолов в помощь себе и им, украв у вас главную вашу цель на этой земле, сделав вас рабами. «Уйдите в подполье Духа, шагая к своей главной цели, а спящим и бесам оставьте земные престолы. Они сидят на них в спящем состоянии и беснуются во снах своих иллюзий, обманутые подобными себе. Простите их своей любовью, создавая свой вечный престол на небе, ведя за собой те души, которые уже готовы слышать вас. Наступит время, когда и на этой планете будет престол Бога Единого». «Когда вы все, мудростью божественной в себе, сломаете все престолы земные, коллективного беса, отобрав у него печать на княжество в образе трех шестерок, 666, что есть обман и зацикливание души на ложных целях. Объедините народы Земли единой божественной мудростью. И тогда живая объемная книга, зараженная мысля бесами в образе вашей планеты, начнет писать на себе вашу новую чистую историю, входя в галактический союз живой божественной библиотеки. Потому просыпайтесь потихоньку, начиная писать свою новую историю. Это все написано для вас, молодые души. И тем немногим душам, которые в старом теле не утратили своей чистоты, вам писать новую историю планеты. Но для этого придется подождать, пока очистится книга ваша в образе планеты от коллективного бесика методом естественного вымирания. Найдите способ не поддаваться на перезаписывание в вашу душу их старых целей и жажд. И тогда вы ускорите процесс очистки своей и планетарной. Записывайте в себя единую божественную мудрость. На основе ее построите новое общество, где на фундаменте божественной мудрости будут построены все ваши остальные законы, уравновешивая в единую гармонию всю планету. И тогда вся галактическая библиотека с любовью примет вас на полку свою в единый духовный вселенский союз. Теперь немного познавательной сказочной физики. Начинается она с того, что надо переименовать слово «А», «Том» на «Я», «Там». И тогда встает все на свои места. Единое божественное «Я» находится в центре любого творения «Я», как точка сборки от престолов-архангелов, тончайшего бога-сознания до всего материального мира, в котором «Я», «Там», «Атом» указывает на то, что единое божественное «Я» находится в центре каждого атома-ятома и является центром сборки любого творения всего бытия. И тут слова, как на небе, так и на земле, являют божественную равностность всего единого, творений «Я» и образом духовного божественного алфавита из перводухов первобукв на земле. Есть наш буквенный алфавит, где буква «Я» не последняя буква в нем. Она единственная, которая обозначает чистое божественное «Я» — нирвану. А перед лицом ее, все дети ее, рожденные ей, в образе остальных букв всего алфавита и собраны в единое сознание. Из этого следует, когда мы практикуем единство нашего чистого «Я», тогда каждое «Я» всего творения сознания от божественных измерений до материальных слышит нас, как единое «Я» — Бога единого и отзывается на просьбу нашу, как просьбу единого Бога. Так свершается все божественное чудо — дух, сознание и материя, трансформируясь в единой любви нашего чистого «Я». показывают нашему человеческому мозгу божественные чудеса. Но когда мы выпадаем с единства чистого «Я», все вокруг становится чужим и не слышит просьбу нашу. Потому пребывайте в единстве чистого «Я». Для вас как духовных практиков единства не должно быть больше ничего, что является не вами. И тогда вы начинаете чувствовать себя в своем большом едином теле от планет до всей вечности, так как знание и состояние второго у вас в сознании начало таять навсегда. И власть второго на ваше сознание уже не действует, растворяясь в вашей божественной любви, соединив все, что есть в единстве своего сознания, произнося фразу «все, что есть, это Я». И тогда для вас как единого «Я» начинается мир божественного чуда, где каждый «Я» там, атом, готов прийти на помощь себе единому. Молекулы, изменяясь, трансформируются по единому желанию вашего чистого «Я». У вас появляется власть над собой единым. Это состояние можно назвать «Бого-человеком». И, как правило, его используют для духовного учения душ на планете, помогая им в духовном и физическом исцелении, пребывая в состоянии единого «Я». Все становится вами, и вы погружаетесь в волшебный мир божественного чуда. Вся природа и звери говорят с вами, как ваше единое тело. А вы трансформируете всего себя любовью в единый сказочный мир себя единого. Потому сказки древности в нашем сознании разделенного «Я» воспринимаются как невозможное и выдуманные детские сказки. Но для древних духовных практиков это было обычной реальностью. И кто мог обладать этим единством «Я» назывались волшебниками. Остальные пребывали в разделенном «Я» и пространство единого их не слышало. Так и сегодня происходит. Разделенные для себя выбрали другое волшебство. Методом страха смерти и лжи правят друг другом на планете. И увидев перед собою единого, сразу хотят убить его, боясь, что единый отберет у них власть и скинет их с земного престола, так как нет у них власти над единым. Они все никак не поймут, что единый любит их как своих детей. Потому учитесь быть единым, пока не закалитесь в этом состоянии. Старайтесь никак не проявляться. Потом проявляйтесь из своей божественной невидимости, очищая и гармонизируя планетарную реальность для блага всех душ на Земле. Ведя за собой всю планету к незаметному, но явному преображению, напитывая всю планету своей любовью и всех живущих на ней живых существ, вибрации любви на планете будут повышаться, и вся планетарная нечистота в образе коллективного бесика будет потихоньку таять, как снег на солнце вашей любви, очищая, гармонизируя всю планету для вступления планеты в единую божественную семью галактических цивилизаций. Так, трансформируя свою душу в божественную, вы втайне ведете за собой всю планету.